Семьдесят лет, когда в районе Черновцу последняя группа немецко-фашистских войск была выбита, и вся территория Украины стала свободной от немецко-фашистских захватчиков. Действительно, это для нас серьезная дата. К сожалению, вы видите сегодня, что всего было два участника на возложении, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. И то, я считаю, что это очень хорошо, что они нашли в себе силы и пришли сегодня с нами отдать ту память тем погибшим, которые освобождали Украину от немецко-фашистских захватчиков. К сожалению, как я уже говорил, их всего двое сегодня было. Я помню еще те дни, когда это было действительно представительное возложение, когда было по 150-200 человек, но время безжалостно, люди уходят. Им большая слава и честь за то, что они сделали для нас, для всех поколений. Конечно, надо уходить от стандартных слов и фраз, и делом показывать, и отношением своим к этим людям. Облегчать их жизнь сейчас им довольно-таки непросто. Мы должны учиться на их подвигах и точно так же любить Родину, как и они любили. Я считаю, что наша молодежь сейчас в зоне АТО показывает свои искренние отношения и любовь к Родине, и своей жизнью доказывает, что они достойны своих дедов. Важно отмечать не только этот день, важно отмечать и 9 мая, и все те даты, которые показывают отношение людей к своей Родине, к своей стране. И это одна из таких дат. Мы не должны забывать любой подвиг наших граждан, которые защищали свою Родину. Это и 9 мая, и 23 августа, и сегодняшний день, и день партизанской славы. Это все наша история, и мы не должны ее забывать, мы должны этим гордиться. Нам есть чем гордиться. У нас богатая история, многовековая. Мы должны все помнить и ничего не забывать. Это главное. Спасибо.